Девушки отдыхают 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 требует от философа прежде всего наличности верного духовного опыта, восприятия и переживания зла, любви и воли, и далее нравственности и религиозности. Ибо вся эта проблема состоит в том, что нравственно-благородная душа ищет в своей любви и религиозно-верного волевого ответа на буйный напор внешнего зла. Истолковывать эту проблему иначе значит обходить ее или снимать ее с обсуждения. И вот Лев Николаевич Толстой и его последователи стараются прежде всего обойти эту проблему или снять ее с обсуждения. Под видом разрешения ее они все время пытаются показать ищущей душе, что такой проблемы совсем нет. Ибо во-первых, никакого такого ужасного зла нет, заблуждения и ошибки, слабости, страсти, грехи и падения, страдания и бедствия. Во-вторых, если бы зло обнаружилось в других людях, то надо от него отвернуться и не обращать на него внимания, не судить и не осуждать за него, тогда его все равно, что не будет. В-третьих, любящему человеку эта проблема и в голову не придет, ибо любить значит жалеть человека, не причинять ему огорчений и выговаривать его самого, чтобы он тоже любил. Таким образом, граф Толстой, его единомышленники принимают и выдают свое бегство от этой проблемы за разрешение ее. В центре всех философических исканий Льва Николаевича Толстого стоит вопрос о моральном совершенстве человека. От разрешения этого вопроса зависит и им определяется все остальное. Строго говоря, все миросозрецание Толстого выращено им из морального опыта, который вознесся надо всем, все судил и осудил, все заменил и вытеснил. И религиозный опыт, и жажду знания, и силу художественного самозаконного видения, и правосознания, и любовь к Родине. Моральность стала высшей, самодавляющей и единственной ценностью, перед которой обесценилось все остальное. Все учение его есть не что иное, как мораль, и в этом заложено и этим определено уже все дальнейшее. Мораль всегда учит не о добре и зле, а о личной доброте и личной поручности. Она занята атомом, человеческим индивидуумом, и кругозор ее внимания ограничен. Моралист отвращен от обычно от всего, кроме непосредственного состояния личной души. Это объясняется тем, что мораль есть хотя бы в общем и необходимая, но привычная, низшая стадия восхождения к практическому совершенству. Моралист есть существо, завернувшееся в себя, интровертированное и сосредоточенное на своих состояниях и переживаниях, на своих склонностях и заслугах. В момент семейной, национальной, общечеловеческой катастрофы, вызванной победоносным взрывом зла, он будет по-прежнему опасливо рефлектировать на свою внутреннюю моральную безошибочность и праведность и приглашать других к такому же непротивлению, напоминая тех, кто в эпоху чумы предоставлял заразе распространяться и заботился только о своей личной незараженности. Ибо в самом деле, что ответит он себе и Богу, если присутствие при изнасиловании ребенка, озверелую толпою и располагая оружием, он предпочтет уговаривать злодеям, взывая к их очевидности и любви, и потом, предоставив злодейству совершиться, останется жить с сознанием своей моральной безугоризненности? Или он здесь допустит исключение? Но во время чего же? Глава о нигилизме и жалости. Как уже показано выше, все миросозерцание Льва Николаевича Толстого выращено им из морального опыта, который заменил или вытеснил собой все другие источники духовности в человеке, обесценив их или устранив их совсем. Так, моральный опыт заменяет собой религиозный опыт и занимает его место. Мораль выше религии. Она судит своим критерием всякое религиозное содержание и утверждает пределы своего опыта, как обязательные для религии. Вооруженный простым здравым рассудком, в кавычках, во всей его плоской скудости, моралист перебирает и разбирает дахматы и обряды христианской церкви, отметая все, что ему кажется странным и непонятным, и принимая каждое близорукое соображение свое за проявление критической честности и мудрости. Подобно этому, моральный опыт утверждает свое верховенство и в сфере науки. Не усматривая духовную самоценность истины и ее измерения, моралист считает себя верховным судьей надо всем тем, что делает ученый. Он судит его дело и его предметы, измеряя все меры моральной пользы и морального вреда. Тот же самый моральный утилитаризм торжествует и в отношении к искусству. Самоценность художественного видения отвергается, и искусство превращается в следство, обслуживающее моральные цели. Еще острее оказывается то отрицание, с которым моралист подходит к праву и государству. Право и государство не только не воспитывает людей, но развивает в них дурные черты и склонности. Понятно также, что вместе с отвержением права, как такового, отвергаются и все оформленные правом установления, отношения и способы жизни. Земельная собственность, наследование, деньги, которые сами по себе суть зло, иск, воинская повинность, суд и приговор. Все это смывается потоком негодующего отрицания, иронического смеяния, изобразительного опорочения. Неизбежным выводом из всего этого отвержения является, наконец, и отрицание Родины, ее бытия, ее государственной формы и необходимости ее обороны. Высшая цель человечества – жалеть и не мучить. Высшее совершенство, доступное человеку, сводится ко всеобъемлющей жалости. Дальше этого сентиментальный моралист не видит, не показывает, не учит и не зовет. Сентиментальность его – это повышенная и обостренная, но беспредметная и безвольная чувствительность. И к этому сводится вся жизненная мудрость. Страдание есть зло – вот первая скрытая аксиома этой мудрости, из которой выводится все остальное. Если страдание есть зло, то и причинение страданий, насилия, есть зло. Наоборот, отсутствие страданий есть добро, а сочувствие чужим страданиям есть добродетель. Этим определяется и судьба нашей основной проблемы. В борьбе со страданием допустимо ли причинять новые страдания, умножая и осложняя их общий объем и состав. Так вскрывается первооснова сентиментальной морали. Она покоится на противоестественном гидонизме. Вопреки всему этому, в действительности человек с его природой, его влечениями, способностями, заданиями устроен так, что речи всего ему дается удовлетворение потребностей и наслаждения, и труднее всего ему дается воля к духовному совершенству, усилия, возводящие к нему и достижения его. Человека всегда тянет вниз, к наслаждениям и особенно к чувственным наслаждениям, и редко влечет его вверх к совершенному, его видению и созданию. Путь вверх открывается человеку и дается ему, но дается только в страданиях и только благодаря страданиям. К Богу восходит только та часть, только та сила души, которая не нашла себе наслаждения и успокоения в первобытном земном отправлении. Поэтому жизненная мудрость состоит не в бегстве от страдания, как от мнивого зла, а в приятии его как дара и залога, в использовании его и округлении через него. Это приятие должно быть совершено не только для себя и за себя, но и для других. Оно не означает, что человек будет нарочно мучить себя и ближних, но оно означает, что человек преодолеет в себе страх перед страданием, перестанет видеть в нем зло и не будет стремиться прекратить его, во что бы то ни стало. Мало того, он найдет в себе решимость и силу причинить страдания и себе, и ближнему, в меру высшей духовной необходимости, заботясь об одном, чтобы это страдание не повреждало силу духовной очевидности и духовной любви в человеке. Все это может быть выражено так. Мораль Льва Никоновича Толстого видит в идее добра элемент любви и не видит элемента духа. Поэтому она утверждает как высшую ценность бездуховную и противодуховную любовь, которая оказывается безвольной, сентиментальной жалостью и совлекает вслед за собой все высшие жизненные ценности на уровень элементарной инстинктивной душевности. Глава о мироотвергающей религии Одним из самых знаменательных последствий всей этой морально-нигилистической установки является то своеобразное практическое меронеприятие, которое служит для непротивляющегося последним и самым надежным убежищем и прикрытием. Согласно этим успокоительным указаниям, внешний мир, хотя и лежит во зле и соблазнах, хотя и правится бездравственным законом борьбы, тем не менее ведается и Божией молей. Это от Бога устроено так, что каждый человек отвечает только за себя, и что никто не имеет ни права, ни возможности устраивать жизнь других людей. Тело каждого устраивать, влюсти только свою жизнь, и потому при виде злодейства человек должен ничего не делать, предоставляя согрешившему, каяться или не каяться, исправляться или не исправляться, не мешая и не торгаясь в его внутренний мир, в эту сферу Божьего ведения. Такое вторжение, такое выхождение за пределы своего существа, означало бы попытку присвоить себе Божие права, узурпировать Божию власть, святотатственно заместить волю Божию, как якобы недостаточную. Но такая попытка всегда равносильно отрицанию Бога. Поэтому все, что я могу сделать в защиту убиваемого ближнего, это предложить злодею удовлетвориться убиением меня, если же он не заинтересуется моим предложением и предпочтет убить свою жертву, то мне остается усмотреть в этом волю Божию. Таково практическое миронеприятие, к которому приходит Лев Николаевич Толстой, отправляясь от своей сентиментальной морали. Если принять это учение, то окажется, что Бог хочет не только того, чтобы все люди любили и жалели друг друга, но еще и того, чтобы очень многие люди, не поддаваясь на жалостливые уговоры других, свирепствовали и злодействовали, физически насилуя и убивая добродетельных и духовно растлевая слабохарактерных и детей. И далее окажется, что Бог совершенно не хочет того, чтобы деятельность этих свирепых неродяев встречала организованный отпор и пресечение. Воля Божия состоит в том, чтобы никто не обижал злодеев, когда они обижают не злодеев, ибо по его воле все дети, все слабохарактерные, все добрые люди отданы непривлекаемую бесспорную добычу растлителям и злодеям, свирепость которых остается неприкосновенной святыней для всех остальных людей. Настоящая религия начинает от Бога и идет к мироприятию, а это учение начинает от человека и идет к миротвержению. Настоящая религия приемлет мир волею, но цельно не приемлет восстающего в нем зла, и потому ведет с ним волевую, героическую борьбу. А это учение не видит мира из-за гнездящегося в нем зла, и потому отвертывается и от зла, и от мира, и от волевой борьбы с ним. Настоящая религия приемлет бремя мира, как бремя Божие в мире. А это учение отвергает бремя мира и не постигает того, что это миротвержение таит в себе баконеприятие. Глава «Общие основы». После всего раскрытого и остановленного вряд ли у непредубежденного исследователя может остаться сомнение в необходимости обновленной и углубленной постановки всей проблемы внешнего понуждения. Верный ответ возможен только тогда, если верно поставлен вопрос. А верная постановка вопроса требует от вопрошающего верного и свободного напряжения всех сил души и духа. И прежде всего, духовно-зрячей любви или идиозно напряженной воли. Есть душевные уклады, которые совсем не способны к такому верному напряжению. Но именно поэтому людям такого уклада разумнее и честнее признавать свое бессилие и скромно молчать, не участвуя в обсуждении этой проблемы. Когда нравственно-благородная душа ищет в своей любви религиозно верного, волевого ответа на буйный напор извне идущего зла, то люди робкие, неискренние, безразличные, безрелигиозные, настроенные нигилистически или релятивистически, то есть все относительно и условно, безвольные, сентиментальные, миронеприемлющие, зла невидящие, могут только мешать этому исканию, путая, искажая и уводя его на ложные пути. Вопрос о допустимости внешнего понуждения, пресечения ставится правильно только тогда, если он ставится от лица живого добра, исторически борющегося в истории человечества с живой стихией зла. Добро и зло в действительности неравноценны и неравноправны, и точно так же неравноценны и неравноправны их живые носители, осуществители и слуги. Называть того, кто пресекает злодейство, насильником, можно только от слепоты или от лицемерия. Осуждать наравне казнь злодея и убиение праведного мученика можно только от лицемерия или от слепоты. Только для лицемера или слепца равноправны Георгий Победносец и заколаемый им дракон. Далее. Добро и зло, являясь по существу душевно-духовными величинами, живут в человеке и осуществляются именно человеком, а потому вступают через него в мир тела и материи. Понятно, что если бы человек был существом чисто духовным и вполне бестелесным, то борьба со злом ограничивалась бы душевно-духовными усилиями и свершениями, и тогда физическое воздействие незлодея на злодея было бы невозможным. Но в действительности мир устроен иначе, и оно вполне возможно. Ввиду всего этого, потребление физической силы в борьбе со злом является возможным и небессмысленным, но отнюдь не исключительным и не самодавляющим, а вторичным и подчиненным средством в общей системе духовного воздействия и воспитания, и при том средством, применяемым в границах духовной допустимости и необходимости. В силу самой природы своей оно должно применяться не тогда, когда его можно применять, а тогда, когда его применять необходимо, и всюду, где в нем нет необходимости, его применять не следует. Физическое понуждение и пресечение есть крайняя мера борьбы, и сфера ее применения начинается только там, где внутренние меры оказываются несостоятельными и недостаточными. Это означает, что физическое понуждение и пресечение, во-первых, не должно пытаться вызвать в душе человека очевидность, познание, признание, приятие, убеждение, верование или исповедание. Всякая такая попытка заранее обречена на неудачу. В лучшем случае она заставляет понуждаемого вступить на путь лицемерия. В худшем случае она расшатывает в нем самую способность к очевидности, к убежденности и вере и, может быть, угошает эту способность совсем духовно урода человека. Тюрьмы, пытки и казни бессильны подвигнуть душу к усмотрению, убеждению и верованию. Они могут довести ее только до предательства или до каменевшего упрямства. Вот почему должны быть осуждены и отвергнуты все формы физического понуждения, разрушающие бесширное здоровье и духовную силу человека, лишение пищи, сна, непосильные работы, пытки, заключение в обществе злодеев, унизительное обхождение и так далее. Во-вторых, физическое понуждение пресечения не должны пытаться вынуть у человека чувство любви, например, личной преданности, партийной приверженности, согласия на брак, верность и патриотизм. Всякая такая попытка заранее обречена на неудачу. В лучшем случае понуждаемый вступит на путь в лжи и предательства. В худшем случае душа его проникнется презрением и ненавистью к понуждающему и к навязываемому ей предмету и ожесточиться. Наконец, в-третьих, физическое понуждение и пресечение обращает непосредственно не к очевидности любви, а к воле человека и при том с требованием самопонуждения и самопринуждения должно беречь волевую способность человека, не расшатывая и не расслабляя ее, а напротив, укрепляя ее и содействуя ее духовному воспитанию. Пока обращение к очевидности любви или к разумноволевому началу человека делает свое дело и поскольку они его делают, до тех пор и постольку физическое понуждение и пресечение не должны иметь места, пребывая как бы в резерве. физическое понуждение и пресечение принципиально применяемы тогда и постольку, когда и поскольку внутреннее самоуправление изменяет человеку и нет душевно-духовных средств для того, чтобы удержать и остановить его противодуховные деяния. Физическое воздействие допустимо тогда, когда оно необходимо, а необходимо оно тогда, когда душевно-духовное воздействие недостаточно, недействительно или неосуществимо. Условия, определяющие собой наступление и наличность такого момента, многообразны и сложны, вряд ли могут быть сполна перечислены. Это могут быть, во-первых, объективные условия, не связанные ни с личностью понуждаемого, ни с личностью понуждающего. Таковы условия времени, пространства и объема воздействия. Чем короче время, данное для воздействия или для предотвращения поступка, например, за один день до выстрела, чем дальше расстояние, отделяющее, пресекающего от злого мышленника, например, телеграмма о боресте злодея, как единственный выход, Чем обширнее по суставу объект воздействия, например, необходимость быстрого и энергичного воздействия на толпу, на армию, на население, занятые территории, тем менее осуществимы внутренние меры борьбы, тем скорее обнаруживается их нецелесообразность, может быть, их полная безнадежность. Чем сильнее одержимость человека, например, озваченность злодея, тем скорее может наступить критический момент, обессиливающий все душевно-духовные средства как таковые. Борьба со злом есть живой процесс, очень сложный и ответственный, в котором само зло отдаётся всегда в образе единичного, индивидуального или общественного явления. Участвуя в этой борьбе, каждый должен действовать по своему крайнему разумению, движимый любовью, доверяя своему духу и полагаясь на своё наблюдение. И каждый, действуя так, не может считать себя обеспеченным от возможной ошибки, недосмотра, неудачи и причинения вреда, ибо человеку, даже самому искреннему и благонамеренному, свойственно ошибаться, тем более боющемуся, тем более вынужденному бороться крайними мерами. Всё, что философское исследование может дать в качестве критерия для руководства при сопротивлении злу, сводится целиком к нескольким сравнительно формальным правилам. Во-первых, сопротивляющийся должен развивать в себе чуткость и зоркость для распознавания зла и для отречения его отявлений, сходных с ним по внешней видимости. Это даётся лишь постепенно, только в долгом нравственном и религиозном очищении личной души. Во-вторых, сопротивляющийся должен стремиться к постижению тех путей и законов, по которым протекает жизнь зла в человеческих душах. В-третьих, выбирая в борьбе меры и средства, сопротивляющийся всегда должен мысленно начинать с духовных средств, не сходя к мерам внешней борьбы лишь постольку, поскольку духовные средства оказываются неосуществимыми, недействительными и недостаточными. В-четвёртых, обращаясь к физическому воздействию, сопротивляющийся должен всегда искать умственно и практически тот момент и те условия, при которых физическое воздействие сможет быть прекращено, не повредив духовной борьбе, подготовив ей путь и вот уступай ей своё место. В-четвёртых, сопротивляющийся должен постоянно проверять подлинные, внутренние истоки и мотивы своей личной борьбы со злом. Если первые четыре правила не должны вызывать сомнения после всего вышеустановленного, то пятое правило нуждается ещё в углублённом анализе и обосновании. Глава о предмете любви Ставить и исследовать вопрос о сопротивлении злу имеет смысл только от лица живого добра. То, что сопротивляется самому злу как таковому, есть само живое добро. Это означает, что само сопротивление злу проистекает из одухотворённой любви, ей осуществляется, ей служит, к ней ведёт, её насаждает, растит и укрепляет. И при всём том, это сопротивление не останавливается ни перед психическим понуждением, ни перед физическим понуждением и пресечением. Как же это возможно? Это возможно благодаря тому, что начало духа указывает любви в её верный предмет, ограничивает её и видоизменяет её обличие и её проявление. Любовь, взятая сама по себе, независимо от духа, его предмета, его цели и его заданий, есть начало слепой страсти. Любовь без духа не видит, и потому она беспредметна. Она не совершает полёт. Она пробирается ощупью, блуждая и падая. Только дух, духовная сила в человеке, как бы её ни назвать, духовный курс, чучок совершенства, видение божественного, боголюбивый ум, очевидность, только эта сила открывает человеку настоящий, подлинный, достойный предмет для его любви. Но лишь постольку человек и может верно постигнуть и осуществить две основные заповеди Христа о любви, в их взаимной связи и последовательности. Из этих двух заповедей первая направляет всё сердце и всю душу, и всё разумение, и всю крепость человеческого существа и его любви к Богу. Вторая учит любить ближнего, как самого себя. Смотрите, Матфея, глава 22, стихи 37-40. Марк, глава 12, стихи 29-31. Это новое видение и новое отношение определяется тем, что он, научившись при осуществлении первой заповеди, верно чувствовать и воображать, и мыслить, и желать божественное. Вслед за тем впервые находит и в мире, и в людях, тот духовный, тот божественный состав, который в Боге и через Бога указывает ему его ближнего и пробуждает в их душе подлинную духовную любовь к нему. Но именно поэтому исполнение второй заповеди невозможно вне первой и помимо первой. То, что следует любить ближним, как самого себя, есть не просто земной животный состав человеческий, со всем его животным самочувствием, со всеми его земными потребностями и удовольствиями, со всем его претендующим самодовольством. Но это и есть луч Божий в чужой душе, частица божественного огня, духовная личность, Сын Божий. Подлинное братство людей открывается только через Бога. Все это можно выразить так, что подлинное отношение к Богу предшествует установлению верной любви к ближнему. Неболюбить ближнего, значит любить в нем начало божественное, начало живого добра. Любовь к Богу открывает человеку новое измерение вещей и людей. Настоящая любовь связывает любящего не со всем существующим и живущим безразличия, но только с божественным во всем, что есть и живет. Так, обычное религиозно слепое воззрение полагает, что полезное выше священного, что человек выше вещи, что много людей выше одного человека. Оно убеждено, что все люди равны, что всякий человек имеет право на жизнь, и что последнее слово всегда принадлежит к гуманности. Оно считает, что самое ужасное – это голод и страдания, и что жить на земле тем лучше, чем больше довольных и счастливых людей. Оно не сомневается в том, что здоровье лучше болезни, что власть лучше подчинения, что богатство лучше бедности, и что жизнь всегда лучше смерти. Совсем иначе видит и оценивает все это духовная любовь. Для нее священная всегда выше полезного. Земной вред ей не безусловно страшен, и слишком человеческая польза не привлекательна. Она знает вещи, которые выше человека, и в один великий момент человеческой истории верви этой любви изгнала торгующую пошлость из вещественного храма. В ее глазах множество людей как таковое не может не составить, не заменить истинного качества одного человека. Так что один человек стоит 10 тысяч, если он самый лучший. Духовная любовь знает, что люди неравны, и что они разенствуют друг от друга, как звезда от звезды. Смотрите, первое послание Коринфянам, глава 12, стих 5-12. Она знает также, что всякий человек должен заслужить и оправдать свое право на жизнь, что есть люди, которым лучше не родиться, и есть другие, которым лучше быть убитыми, чем злодействовать. Смотрите, Матфей, глава 18, стих 6. Марк, глава 10, стих 42. Лука, глава 17, стих 1-2. Духовная любовь, владея источником истинного, боголюбивого человеколюбия, ведает цену и соблазны сентиментальной гуманности и не обольщается ею. Ее видение давно открыло ей, почему болезнь может быть лучше здоровья, подчинение лучше власти, бедность лучше богатства. И именно сила этого видения укрепила ее убеждение, что доблестная смерть всегда лучше позорной жизни, и что каждый человек определяет себя перед лицом Божиим именно тем моментом, который заставляет его предпочесть смерть. Глава о границах любви. Далее, начало духа ограничивает начало любви, указуя духовные пределы ее непосредственному, наивному разливу. Духовная любовь есть не только религиозная преданность, но в основе своей она есть прежде всего зрячий, живой, предметный выбор. То ясно, что невозможно реально любить все, например, воспринятое и невоспринятое, или все наравне, например, и близкое, и далекое, и божественное, и небожественное. Во всяком случае, человеку, пока он человек, это недоступно. Тот из людей, кто говорит, что любит все, или все безразличие, тот или ошибается в самопознании, или в действительности не любит ничего и никого. Конечно, если под любовью разуметь только благожелательство, а под благом духовное усовершенствование, то есть победу добра над злом, то религиозно прозревший человек желает блага всем. Но если понимать любовь во всей ее полноте как отождествляющееся единение и творческое приятие, то такой человек не может любить ни всех, ни всех одинаково, да и не ставить перед собой такую задачу. Так, никто не призван любить зло как таковое, или зло у человека как такового. Если мысли дьявола как подлинное и чистое, средоточие зла, то любовь к дьяволу в его дьявольстве должна быть признана совершенно противоестественной. Конечно, человек сильный духом может решиться на то, чтобы воспринять дьявола во всем его подлинном дьявольстве, впустить в свою душу его чистое зло для испытания, познания и умудрения. Понятно, что для слабого человека это испытание может превратиться в непосильное искушение, а искушение может привести его к покорности злу. И это искушение и падение может осуществиться не только в обычном порядке слепого или наиного заражения злом, но и вследствие неверного понимания предела в любви. Достаточно мягкосердечному человеку упустить из вида, что любовь кончается там, где начинается зло, что любить можно, должно, только иск, луч и лик, если они не померкли еще до конца за буйством расплескавшегося зла, что в опрощении к злу от любви остается только духовное благожелательство, и что это духовное благожелательство, направленное на дьявола, всегда может приобрести единственно верную форму, форму пресекающего меча. Достаточно упустить это из вида, и победа зла обеспечена. Есть мудрая христианская легенда об отшельнике, который долгое время побеждал дьявола во всех его видах и во всех исходивших от него искушениях, пока, наконец, враг не постучался от него в его уединилище в образе раненого, страдающего ворона. И тогда слепое сентиментальное сострадание победило в душе отшельника. Ворон был впущен, и монах оказался во власти дьявола. Именно этой сентиментальной любви, проистекающей из слабости и имеющей значение соблазна, духовная зрячесть и духовная воля полагают пределы. Они заставляют человека установить верную грань для своей неразборчивой и беспринципной чувствительности и обращают его прозревающее око к водительным образом архангела Михаила и Георгия Победоносца. Напрасно было бы ссылаться здесь в виде возражения на заповеди Христа, учившего любить врагов и прощать обиды. Такая ссылка свидетельствовала бы только о недостаточной вдумчивости ссылающегося. Призывая любить врагов, Христос имел в виду личных врагов самого человека. Сравните глава Матфей 5 глава страница стихи 43-47 Лука 6 стихи 27-28 Его собственных ненавистников и гонителей, которым обиженный естественно может простить и не простить. Христос никогда не призывал любить врагов Божиих, благословлять тех, кто ненавидит, попирает все божественное, содействовать кощунствующим совратителям, любовно сочувствовать одержимым раскрытелям душ, умиляться на них и всячески заботиться о том, чтобы кто-нибудь, воспротивившись, не помешал их злодейству. Напротив, для таких людей и даже для несравненно менее виновных он имел и огненное слово обличения. Смотрите, Матфей, глава 11, стих 21-24, Марк, глава 12, стих 38-40, Лука, глава 11, стих 39-52. И угрозу суровым возмездием. Смотрите, Матфей, глава 10, стих 15, Марк, глава 8, стих 38, Иоанн, глава 3, стих 36. И изгоняющий бич. Смотрите, Матфей, глава 21, стих 12, Марк, глава 11, стих 15, Лука, глава 19, стих 45. И грядущие вечные муки. Смотрите, Матфей, глава 25, стих 41, Иоанн, глава 5, стих 29. Поэтому христианин, стремящийся быть верным слову и духу своего учителя, совсем не призван к тому, чтобы противоестественно вынуждать у своей души чувство нежности, неумиления к нераскаянному злодею как таковому. Он не может также видеть в этой заповеди ни основания, ни предлога для уклонения от сопротивления злодеям. Ему необходимо только понять, что настоящее и религиозное сопротивление злодеям ведет с ними борьбу именно не как с личными врагами, а как с врагами, делая Божие на земле. Это относится всецело и к заповеди о прощении обид. Согласно этой заповеди, человек имеет призвание прощать своим обидчикам наносимые им личные обиды. «Сравните, сколько раз прощайте брату моему согрешающим против меня» Матфея, глава 18, стих 21, «если семь раз в день согрешит против тебя» Лука, глава 17, стих 3-4, «должен был ему сто диналием» Матфея, глава 18, стих 28, при этом в размере прощающие браты и терпеливости должны быть поистине бесконечны. Однако, даже в рассмотрении личной обиды Евангелие устанавливает те условия, при которых согрешивший против тебя брат твой может стать для тебя как язычник и мытарь» Матфея, глава 18, стих 15-17, допуская силу личного ожесточения, не поддающегося никаким уговорам, выговорили ему. Лука, глава 17, стих 3, Евангелие указывает на суд церкви как на высшую инстанцию, неповиновение которой влечет за собою понудительную воспитывающую изоляцию ожесточенного. Однако, помимо всего этого, Христос предвидел и указал такие злодейства соблазнения малых, которые, по его суждению, делают смертную казнь лучшим исходом для злодея. Смотрите, Матфея, глава 18, стих 6, Март, глава 9, стих 42, Естественно, что наивный человек с его чисто личным исходным мировосприятием не винит добра и зла в их более чем личном, общественном, общечеловеческом и религиозном измерении. Именно потому он полагает, что личное прощение облашает зло и разрешает проблему борьбы с ним. Но на самом деле это не так. Простить обиду значит погасить в себе ее злотворящую силу и не упустить в себя поток ненависти и зла. Но это совсем не значит победить силу злобы и зла в обидчике. После прощения остается открытым и неразрешенным вопрос, что же делать с обидевшим не как с человеком, который меня обидел и которому за это причитается от меня месть или возмездие, а как с нераскаившимся и неисправляющимся насильником. Обиженный может и должен простить свою обиду и погасить в своем сердце свою обиженность. Но именно его личным сердцем и его личным ущербом ограничивается компетентность его прощения. Дальнейшее же превышает его права и его призвания. Вряд ли надо доказывать, что человек не имеет ни возможности, ни права прощать обиду, нанесенную другому, или злодейства, опирающие божески, и человеческие законы, если только конечно он не священник, властный отпускать грехи кающемуся, и неверховный государственный орган, властный даровать амнистию. В самом деле, кто дал мне право прощать от себя злодеем, творящим поругание святыни, или злодейское соблазнение малолетних, или гибель Родины? Что означает оно? Что я их не осуждаю и не обвиняю? Но кто же поставил меня столь милостивым судьей? Или что я примиряюсь с их злодеяниями и обязуюсь не мешать им? Но откуда же у меня может взяться такое мнимое право на предательство? На предательство святыней, Родины, обеззащитных? Или может быть это прощение означает, что я воздерживаюсь от всякого суждения, умываю руки, предоставляю события к неизбежному ходу? Однако такая позиция безразличия, безволия и попущения не имеет ничего общего с христианским прощением и не может быть обоснована никакими ссылками на Евангелие. Прощение есть первое условие борьбы со злом или, если угодно, начало ее, но ни конец и ни победа, поскольку для этой великой борьбы со злом необходимо иметь поистине менее, нежели двенадцать легионов ангелов. Сравните, Матфей, глава 26, стих 53. И настоящий злодей, пока не увидит этих легионов, всегда будет исматривать в прощении прямое поощрение, а может быть и тайное сочувствие. Именно в этой связи следует понимать евангельские слова, не противиться злому. Сравните, Матфей, глава 5, стих 39. Правила, заключающиеся в них, определительно разъяснили под следующими словами, в смысле кроткого перенесения личных обид, а также щедрой отдачи личного имущества и личных услуг. Сравните. Ссылки из Евангелия. Кто ударит тебя в правой щеку твою, Матфей, глава 5, стих 39. Взять у тебя рубашку, Матфей, глава 5, стих 40, 42. Прощащему у тебя Лука, глава 6, стих 30. И кто принудит тебя идти с ним, Матфей, глава 5, стих 41. Истолковывать этот призыв к кротости и щедрости в личных делах как призыв к безвольному созерцанию насилий и несправедливостей или к подчинению злодеям в вопросах добра и духа было бы противосмысленно и противоестественно. Разве предать слабого злодею значит проявить кротость? Или человек волен подставлять нападающему и чужую щеку? Разве щедрость не распространяется только на свое личное? Или растративший общественное достояние и отдавший своего брата в рабство тоже проявил щедрость? Или предоставлять злодеям свободу надругиваться над храмами? Насаждать безбожие и губить родину значит быть кротким и щедрым? Божии слуги нуждаются в мече и не напрасно носят его. Римляне глава 13 стих 4 они гроза злодеям именно в духе этого понимания учил святой Феодосий Печерский говоря живите мирно не только с друзьями но и с врагами однако только со своими врагами а не с врагами Божиими Глава о видоизменениях любви Итак начало духа видоизменяет внутреннее строение любви и форму ее проявления обычно или нередко любовью называют лишь одну из ее разновидностей и притом наименее духовной Эта низшая разновидность любви слагается согласно формуле помилу хорош и то сводится к инстинктивному наслаждению чужим присутствием то еще обувается жалостью к чужому телесно-душевному страданию У человека духовного неразвитого и беспомощного любовь начинается там где ему что-то нравится или где ему от чего-то приятно она протекает в плоскости бездуховного да и стремится к максимальному внутреннему и внешнему наслаждению напротив духовная любовь не имеет власть отвернуться от нравящихся и приятного она имеет силу утвердить себя на уровне стойкого нет она способна принять форму тяжкого и безрадостного служения единственная неизменная функция духовной любви это благожелательство это значит что она всегда и всем искренне желает ни удовольствия ни наслаждения ни удачи ни счастья и даже ни отсутствия страданий а духовного совершенства даже тогда когда его можно приобрести только ценой страданий и несчастья человек угасивший в себе образ божий нуждается не в безвольно сочувствующем да а в сурово суждающим нет так зарождается и формулируется тот отрицательный лик любви который всегда приводил и будет приводить в собласт безруких и сентиментальных людей для того чтобы понять этот отрицательный лик любви необходимо иметь ввиду что духовно предмеченная то есть от слова предмет и оформленная любовь оставаясь всегда благожелательством то есть желая каждому человеку духовного просветления преображения в то же время не может любить зла в человеке поэтому всюду где она воспринимает в человеке подлинное зло не слабость не заблуждение не падение не грешность а самоутверждающуюся противодуховную злобу она оказывается вынуждены видоизменить свое индивидуальное отношение к данному человеку в соответствии с наличным его душе злом все эти видоизменения любви вызываемые встречи между подлинной духовностью и подлинным злом сводятся к тому что любящая да скудеет в своих функциях урезывается в своей полноте и по мере ухудшения предмета все более приближается к благожелающему нет отрицающей отрицающая любовь постепенно как бы преобразуется в отрицательную любовь и находит свое завершение в земном устранении отрицаемого злодея но и во время этого устранения и после него духовная любовь не превращается в злобу и не становится злом человеку дано молиться и заказнимого злодея и заказненного злодея и церковь знает эту молитву таковы в постепенно нарастающей последовательности неодобрение несочувствие огорчение выговор осуждение отказ в содействии протест обличение требования настойчивость психическое понуждение причинение психических страданий строгость суровость негодование гнев разрыв в общении бойкот физическое понуждение отвращение неуважение невозможность войти в положение пресечение безжалостность казнь в один великий страшный исторический момент акт божественной любви в обличии гнева и печа изгнала из храма кощунствующую толпу этот акт был и будет величайшим прообразом и оправданием для всех духовно и предметно обоснованных проявлений отрицающей любви имея его перед своим умственным взором все пророки государь судьи воспитатели и воины могут спокойно относиться к возможному суду идущему на них со стороны безвольной сентиментальности и к возможному причислению их к благоотверженным ненавистникам их дело утверждаться в силе духовного благожелательства и в ясности духовного взора и еще помнить о безрадостной трудности ведомой борьбы вся проблема сопротивления злу разрешается этим основным принципом борьба ведется именно любовью но одухотворенной любовью это означает что правило противиться злу не из любви если бы кто-нибудь захотел его установить принципиально отвергается во всех его возможных толкованиях и осуществлениях всякий акт выросший из другого источника в действительности или не борется со злом размножает его или борется не со злом а с его отдельными поверхностными симптомами следовательно надо осудить и нелюбовное непротивление когда кто-нибудь пытается отрезвить злодеев щедростью и уступчивостью движимые однако нелюбовью например рассудочным расчетом или трусливым безволием надо осудить и нелюбовное понуждение если кто-нибудь борется со злодеями и чувство злобы мести голода жадности или властолюбие и то и другое можно психологически понять и то и другое может оказаться и сравнительно вредным и сравнительно полезным в общей экономии сил но настоящего сопротивления злу не будет ни в одном из этих случаев я призываю я призываю всех мужчин и женщин не имеет значения особенно чеченцев кавказцев почему нет очередей почему вы где стоите кавказцы я вас вообще не понимаю вы должны были быть первыми потому что это нас касается в первую очередь наше будущее сегодня вы куда смотрите это не война там российская федерация или там кого-то это война между сатанизмом и христиан и мусульман что вы хотите друг за друга выйти замуж или ваши сыновья ходили замуж или ваши дочери выходили замуж за женщин чтобы вас не могли назвать папу или маму кавказцы больше везде в военкоматах в полках там в батильонах вы куда смотрите кавказцы первую очередь чеченцы кавказцы про вас вам я это говорю мне просто стыдно даже чеченцы столько воюют там ну столько там добровольцев ну все это мало нас почти миллион 600 тысяч из них хотя бы 300 тысяч 400 тысяч если я не знаю сколько там из них выйдет там морское население которое можно отправить на войну даже не возраст не имеет значения все равно вы должны быть на военкоматах на тех структурах которые сегодня воюют полки батильоны ОМОН и там отряды спецотряды вы должны быть просто стоять в очередях чтобы защитить свои семьи что вы говорите своим дома почему ты сидишь дома если тебе скажет твой сын вот там защищает мужчина семейные ценности религии государства а почему ты сидишь дома если тебе задут вопрос что ты ему ответишь или они воевали они погибали почему ты сидел дома с таким бородой что ты скажешь эй вы кавказ или сбрейте бороду или проявить истинную религиозность они на словах анадели пускай ты верен назначению но легче до родине твоей где каждый предан поклонению единой личности своей на перечет сердца благие которым родина свята бог помощь им а остальные их цель мелка их жизнь пуста одни стяжатели и вуры другие сладкие певцы а третьи мудрецы их назначение разговоры свою особо оградя они бездействуют твердя неисправимо наше племя мы даром бибнуть не хотим мы ждем а вось поможет время и горды тем что не вредим хитро скрывает ум надменный себя любимые мечты но брат мой кто бы ни был ты не верь всей логике презренной страшись их участь разделить богатых словом делом бедных и не иди вас там безвредных когда полезным можешь быть не может сын глядеть спокойно на горе матери родной не буден гражданин достойный к отчизне холоден душой ему нет горши укоризны иди в огонь за честь отчизны за убеждение за любовь иди и гибни безупречно умрешь недаром дело прочно когда под ним струется кровь а ты поэт избранник неба глашата истин вековых не верь что не имущий хлеба не стоит вещих струн твоих не верь чтоб вовсе пали люди не умер бог в душе людей и бопль из верующей груди всегда доступен будет ей будь гражданин служа искусству для блага ближнего оживи свой гений подчиняя чувству всеобнимающей любви если ты богат дарами их выставлять не хлопочи в твоем труде заблещут сами их животворные лучи взгляни в осколки твердый камень убогий труженин дробит а из-под молота летит и брызжет сам собою пламень он пропоет со мной новую песню о главном он не пройдется нет лучистый зовущий и славный мой белый подожди лет будет жив сгинет мгла будет Он пропоет мне новую песню о главном Он не пройдет, нет, лучистый, зовущий и славный Солнечный свет Солнечный свет